МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Сергей Чуваков, заместитель директора частного охранного предприятия Центр безопасности. Здравствуйте, Сергей. Радостно увидеть вас в нашей студии. Сергей, расскажите, пожалуйста, подробнее о структуре. Все-таки, наверное, людям стоит напоминать почаще, как работают частные охранные предприятия, с чем они работают, с чем приходится сталкиваться. Наши охранные предприятия называются частные охранные предприятия Центр безопасности. Образовалась она в 2005 году, то есть уже более 10 лет на рынке охранных услуг. Но деятельность всех охранных предприятий строго регламентирована законами Российской Федерации, в частности, законом о частной охранной деятельности. Какие функции мы выполняем? Тоже четко определенным законом. Это охрана жизни и здоровья граждан, охрана собственности на охраняемых объектах, пультовая охрана, консультирование порядка проведения охраны и организации охраны, помощь сотрудникам полиции в охране общественного порядка и осуществление контрольно-пропускного режима на охраняемых объектах. В частности, наше охранное предприятие, все эти виды деятельности у нас лицензированы, и мы их выполняем. Структура нашего охранного предприятия тоже четко регламентирована данными законами, а также еще очень важный закон, это закон об оружии, потому что сейчас, когда охранные предприятия исполняют обязанности по охране пультовой, то определено четкое владение оружием. То есть, если охранное предприятие занимается пультовой охраной, на своем балансе и в охранной деятельности оно должно использовать огнестрельное оружие. Значит, структура нашего охранного предприятия это дежурная часть, которая является головой, основным, так сказать, мозгом нашего охранного предприятия. Отвечает за, первое, это контроль несения службы, выдача, принятие оружия, специальных средств, средств бронезащиты. И затем я имею в виду контроль, подсказка, помощь мобильным группам нашего предприятия, стационарным постам по несению службы. Второй особо значимый наш, так сказать, структурный часть нашего предприятия, это, конечно же, пульт централизованной охраны. Сейчас, на сей момент, мы охраняем несколько сотен объектов, которые подразделяются, будем так говорить, от магазинов различных, там, продуктовых, техникой бытовой, заканчивая муниципальными, государственными учреждениями, а также даже банковскими структурными подразделениями. На пульте у нас работают девушки, поэтому, когда собственник или, значит, кто сдает под охрану, слышат вежливый женский голос в этом плане, что объект сдан или объект снят с охраны. Далее идет у нас техническая часть, которая состоит из инженеров и электромонтеров. Ребята у нас все молодые, амбициозные, в большей степени с радиотехническим образованием. Они постоянно повышают свой технический уровень на семинарах, изучением каких-то новых передовых технологий, приборов. Поэтому в этом плане, в дальнейшем остановлюсь, у нас техническая составляющая очень, так сказать, хорошая, очень крепкая, начиная от людей, заканчивая техническим обеспечением. Ну и, конечно, самое главное – это охранники, будем так говорить. Это охранники на стационарных постах и охранники в мобильных группах, как мы называем их, которые реагируют именно на сигналы тревоги. На стационарных постах мы охраняем, еще раз говорю, и торговые представительства, и учреждения банков. Поэтому самый, так сказать, вид охранника, его внешний вид, его интеллект, будем так говорить, не побоюсь даже этого слова, это, конечно, первые, так сказать, впечатления от того охраняемого объекта, что он… Ну и выполнение своих прямых функций, вот которые я определил, это обеспечение контрольно-пропускного режима и охрана объектов. Мобильные группы – это у нас основное подразделение. Сейчас у нас мобильные группы развернуты в городе Рязани в каждом районе, а также в городах Михайлов и Спасклепики, Рязанской области. В составе двух человек вооружены, экипированы и обучены. Также у нас, я имею в виду, есть техническая поддержка, будем так говорить. Это у нас водители. У нас три машины, которые осуществляют, ну, будем так говорить, техническое обеспечение нашей жизнедеятельности. Это командировки, это обеспечение, значит, какими-то запасными частями, я имею в виду, так что… Что-то подвезти, где-то патрулировать. Да, в этом плане у нас автопарк достаточно для нашей организации развитый. Все машины у нас новенькие, все машины чистенькие, мы техническое состояние очень здорово поддерживаем. Мы их даже можем увидеть по городу, они все, опять же, определены законом, что каждая охранная организация, если она использует в своей деятельности автомобили, они должны быть… Обозначены, да. Обозначены, да. И именно это обозначение согласовано с органами внутренних дел. У нас тоже в Центре безопасности, видите, беленькие, красивенькие автомобили с нашими логотипами катаются. Сергей, вот можно немного подробнее на подготовке кадров остановиться? Все-таки это интересно, где они проходят свою подготовку? На базе чего? У нас, я имею в виду, основные охранники, будем так говорить, которые сейчас требования, ну, может быть, правильно, возросли. Ну, само собой, конечно. Да, к самой, я имею в виду, службе частно-охранных структурах. Поэтому нам каждый год, мы независимо от возраста, где стоит охранник, на каком посту, то ли он в банке, то ли он в группе заряжания, проходит экзамены в некоммерческих учебных заведениях. У нас сейчас по городу их несколько, не будем называть их какие, но все равно каждый год он проходит, уж немножко, так сказать, выдам тайну подготовки, он проходит даже комиссию врачебную и у нарколога, и у психолога, и у, так сказать, общей врачебной практики, где его оценивает его состояние, а затем он идет, если он охранник мобильной группы с оружием, то он сдает теоретическую часть, практическую часть с средствами обороны, это такие, как палка резиновая и наручники, бронежилеты, шлем, а затем идет и выполняет три упражнения стрельбы из оружия, которое в дальнейшем может быть применено, я имею в виду, не применил, а использовано в процессе его службы. Это и пистолет, это и ружье даже, это и карабин. Так что сейчас, особенно в определенное время, подготовка охранников идет, так сказать, очень напряженно, и контроль за этим осуществляется и нашими контролирующими органами очень тщательный. Поэтому, я думаю, что прежде чем вот сотруднику, который там уволился или не уволился, или кто-то выбрал стезю охранника, надо хорошо подумать, сможете ли вы стрелять из оружия, чтобы рука там, я имею в виду, не дрожала. Какие-то познания у вас должны быть, я имею в виду, даже от той же медицинской подготовки, заканчивая общими знаниями. Как вы спасти в экстренной ситуации, опять же. Вот поэтому я уверен, что кадровый вопрос, он достаточно у нас серьезно стоит. Почему? Потому что мобильная группа, она, получив сигнал тревоги, в ночное время, зимой, летом, осенью, любой водитель, он должен, соблюдая все правила дорожного движения, быстро, качественно, соблюдая, еще раз говорю, и правила дорожного движения, и выбрав тот маршрут движения, который бы вам в течение 5-7 минут, доставил наряд до сработавшего объекта, поэтому это раз. Следующий момент. Вот они вот тут выходят, они старшие должны резко оценить ситуацию, и качественно, что, например, там осмотрите данный объект, открыто окно, например, открыта дверь, или там следы взлома есть. Значит, сразу же не пыкать, мыкать, а сразу дать команду дежурному, что нужно поднять ход за органом, нужно сообщить подразделение полиции, вызвать помощь при необходимости, блокировать данный объект, и принять все меры, чтобы, если вдруг кто-то там находился, не принял попытку исчезнуть оттуда, а при содействии сотрудников полиции, или там наших осранных структур, его задержать, и сдать, так сказать, в органы внутренних дел. Сергей, спасибо большое за интересную беседу, благодарим зрителей за внимание, это была программа «Городские встречи», мы с вами скоро увидимся, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова